Мы пытаемся найти эти причины. То есть, если он вот так смотрел, вот так был мною заинтересован, вот так он со мной заигрывал, я видела искру в его глазах, то как же может быть, что он не звонит, не объявляется? Почему у него отсутствует интерес ко мне? Мы начинаем думать, что мужчина льстец. Но опять-таки отгоняем эту мысль, потому что на него это не похоже. Он благородный, он добродетель. Сейчас мы с вами перейдем к пониманию причин, которые могут стоять за этим. Я хочу, чтобы мы разобрались в мужском поведении, что значит, почему он не проявляется, когда у женщины наоборот. Кипят мозги, и она постоянно думает, ну что такое, ну почему же, ну было же все так замечательно. Дайте мне свои версии, почему, какие причины могли послужить тому, что мужчина не звонит, пропадает. Испугался, чего испугался, Наталья? Он не хочет. Он не хочет, чего не хочет? Не хочет. Почему показал вам свою заинтересованность? Почему показал вам свое радушие? Не зацепило. Ага, не зацепило. Но ведь он же улыбался, пропал интерес, потерял интерес, да. Вы ему не понравились, да? Но он же, он же, зачем он тогда проявляет этот интерес? Посмотрите на его взгляд. Ему лень. Но нет, 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 нет. Ошибочно считать, что мужчине лень. Мужчина, когда возбужден, вы думаете, что если мужчина возбужден, ему лень проводить сексуальные отношения? Нет, 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 нет. Мужчина, когда возбужден, он стремится к тому, чтобы получить желаемое. Так же и здесь. Когда мужчина заинтересован, ему никак не может быть лень. Разочаровался и не хочет серьезных отношений. Так, 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 серьезных отношений не хочет. Так, 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 вот, вот, вот. Уже пошло у нас как-то логическое, так скажем, понимание ситуации. Разочаровался. А в чем он разочаровался? Валентина, в чем он мог разочароваться? В чем он разочаровался? Почему он не хочет серьезных отношений? Набивает себе цену. Ну, как бы, ну, есть в этом нечто. Ну, вот, может, женщина сразу показала ей свой интерес к нему. Да-да-да, вот то, что женщина показывает ему преждевременно свой интерес. И мужчина тем самым. Хорошо. Мне понятны ваши ответы. Теперь давайте запишем то, что я вам предложу. Мужчине нравится видеть, как женщина под воздействием его романтического взгляда раскрывается, тает, влюбляется и включается в его игру. А? Как вам это нравится? Ему приятно оставаться у женщины в памяти, как обольститель. Вы знаете, я заметила такую вещь. У современного мужчины он стал очень нарцистичным по отношению. То есть, если мы будем рассматривать мужчину 50 лет назад, то у мужчины не было столько самолюбования. То сейчас психологический портрет мужчины в большей степени проявляется в его неком таком самолюбовании. Он любуется своей сексуальностью. И ему нравится ощущение победы над очередной женщиной. Да? Ему нравится покорять сердца и умы женщин. Он бравирует собственной сексуальностью. И как здесь правильно, значит, было отмечено, что набивает себе цену. Но он набивает цену не своим отсутствием, не потому что он не звонит. А в процессе, в период встречи, в период развития отношений, на свидании. Ему нравится быть таким пожирателем женских сердец. Далее. Мужчина не дает о себе знать, но через какое-то время он появляется. Что это? Почему это? Что это значит? Что это значит? Может быть, в этом есть некая такая форма поддержания отношений, как запасной вариант? Как запасной аэродромчик, в который, если он первый, второй, третий, четвертый не попал, раз. И у него есть женщинка, которая всегда на проводе, всегда ждет, всегда поджидает. И сама ему периодически названивает. А? Женщина показала свой интерес и его проверка. Так ли она его ждет с таким же интересом? Да, 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 да. Вот, 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 правильно, Алиса. Мужчина проверяет женщину. Проверяет, как она там. До сих пор она в обмороке от того, что я, значит, с ней время провел. До сих пор ли она там трепещет от желания видеть его. Да? Он появился, проверил по телефончику. Да, и сказал, ну ладно, увидимся как-нибудь. И трубку положил. Правильно? Правильно. Правильно. Еще очень важный момент. Еще очень важный момент. То есть, если мы говорим о современной женщине, то женщина в основном, в своих, так скажем, особенностях, она, что вам сказать, женщина стремится быть понятной, предсказуемой. Чего нельзя сказать о мужчине? Мужчина, наоборот, он не хочет быть предсказуемым. Мужчина не хочет прощаться. Зачем? Запасной аэродром. Мужчина не любит отчитываться, потому что никто ему не хозяин. И никого над собой хозяином он отставить не хочет. Хочу, чтобы вы отмечали тот факт, что мужчина в большинстве своем, он такой хулиган, авантюрист. Ему нравится быть плохим мальчиком. Мужчине нравится быть плохим мальчиком. Не удивляйтесь, каким бы он положительным ни был. Ему внутри, по его зову сердца, ему хочется хулиганить. Отсюда и мальчишеское поведение детей. Мы можем отмечать у них в самом, так скажем, в их психологии заложено чувство вот какого-то, значит, какой-то авантюры. Ему нужно что-то прокрутить, чтобы где-то победоносно как-то себя чувствовать. Я хочу сказать, что это не равносильно обману, это не равно... В мужской логике, в мужской психологии это исключает обман, это исключает подлое поведение, это исключает все остальное, чем называет это поведение женщина. Мы, женщины, стремимся морализировать. Мы, женщины, стремимся наложить на мужчину какие-то догмы, печати. Нам нужно скорее человека, так скажем, охарактеризовать. Нет, 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 нет. Мужчина так не считает. Мужчина считает себя свободным человеком. Он имеет право выбирать то, что нравится ему, а не то, что считает общество относительно его. И даже если мужчина пытается проявлять себя максимально предсказуемо, боясь быть, боясь выглядеть в женских глазах каким-то подлинненьким, боясь осуждений, мужчина все равно отчасти где-то нравится видеть, как женщина. Другой вид поведения, когда мы мужчину рассматриваем, когда мужчина стеснительный. Я вам хочу сказать из многих-многих историй положительного развития отношений, негативного развития отношений, из всего я могу видеть очень большие сделать умозаключения, когда скромность в мужчине. Никогда скромность мужчины не останавливает его в том, чтобы получить ту или иную женщину. Как вам нравится моя версия? Сейчас я хочу вам напомнить один случай, когда раньше, то есть 50 лет назад было поколение, и сейчас до сих пор, тенденция сохраняется, когда, по примеру фильма «Унесенные ветром», «Скарлетт». Кого она любит? Она любит Эшли. По-моему, Эшли его зовут, правильно? Вот ее любовь к Эшли. Она знает, что они помолвлены с ее подругой или сестра, я уже не помню, с женщиной, с другой, которую она любит и уважает. И она не позволяет себе никаких возможностей получить этого мужчину. Она себя в буквальном смысле держит в моральных устоях, она себе ничего не позволяет. Но любовью она переполнена к этому мужчине. Вспомните момент, когда он, значит, женился на ее подруге и уезжает на войну. Они вместе его провожают на войну. Она ждет его, и когда тот возвращается, она, конечно, счастлива от того, что он жив и невредим. Кульминационный момент их отношений, когда умирает его жена. И, казалось бы, за те десятилетия, за те ожидания мужчину в любви Женщина вдруг к мужчине, любимому мужчине говорит о своей любви и о готовности наконец-то сблизиться, Эшли ее отвергает. Вы понимаете, что очень большая ошибка очень многих женщин, когда женщина думает, что его жена мешает быть нам вместе. Или, например, значит, вот если бы вот той женщины не была, вот этот мужчина был бы со мной. Или, если бы я не была замужем, то мы обязательно бы вот с тем мужчиной построили бы отношения. Когда я сталкиваюсь с подобными историями в практике, для меня совершенно очевидно, что очень многие мужчины, они женщинам дают понять о том, что женщина им интересна. Они проявляют свои чувства вот эти, романтизма и заинтересованности. Им интересно даже, что женщина в браке. Когда мужчина любит, он идет по зову своего сердца. Потому что в этом его готовность, готовность на преодоление сложностей, в этом, вот в этом он весь. Очень многие женщины живут в иллюзиях, что если бы ее брак вот с тем непутевым мужчиной не состоялся, то состоялся бы вот с тем достойным, который не может себе позволить разрушить их отношения. Пусть она по-другому смотрит на все эти вещи. У меня на все есть свои причины, во всем есть свои следствия. Я хочу, чтобы вы понимали, получали тот жизненный урок, который предлагает вам жизнь, и старались проживать этот урок осознанно. Потому что если где-то в предыдущей своей, скажем, жизни, да, или в предыдущих своих отношениях вы этот урок не подняли на уровень осознания, то и Господь, и судьба будет всегда вас натыкать на те же самые грабли, чтобы вы все-таки этот урок усвоили. Я призываю женщин жить согласно пониманию того, что происходит в ее жизни. И через боль, через страдания, через тот дискомфорт, который ей доставляет на сегодняшний день жизнь, нужно понимать, что есть некое испытание, которое нужно все же пройти. И так, возвращаясь к вопросу, почему мужчина не звонит, мы говорим о том, что он занят. Он занят. Да, есть такой момент, когда мужчина очень поглощен своим делом, своей работой. Но имейте в виду, если мужчина... Субтитры создавал DimaTorzok Тик-тик... Тик-тик-тик-ка-ка... Субтитры создавал DimaTorzok